Добрый день, друзья! 10 августа, чуть не сказала сентября. И я решила показать вам, что произошло с огурцами после того, как я обрезала на них листья. Я вам показывала, что листья были какие-то не очень здоровые, причем на одной только половине огуречника с этой стороны, ой, зацепилась, с этой стороны возле арбуза все значительно было симпатичнее, а вот с этой стороны как-то так приболели огурчики. И, смотрите, пошли, конечно, молодые побежки. Вот такие они симпатичные. Я не просто обрезала листики, я еще и подкормила огурчики. Сказать, что здесь прям много-много огурцов, я не скажу здесь сколько, 6 кустов. Ой, слушайте, я боюсь, тут кто-то ползает что ли. Тут крыса, это она меня просто... Просто... Ой, я боюсь. Вот, огурчиков, конечно, здесь немного, но они есть. Но меня радует то, что пошла молодая здоровая ботва. Здесь стоит бочка. Я в прошлые выходные подкормила, а в позапрошлые обрезала листья. То есть за две недели наросли вот такие маленькие росточки. И вот тут видны маленькие новые огурчики, которые будут нас радовать еще, я надеюсь, очень долго. Вот. Что я хочу еще показать? Вон огурчики, огурчики. Хочу показать... Я показывала, что у меня произошло с уличными помидорами. И вот показываю свои тепличные помидоры. И вот видно, да, что они тоже начали приболеть. И чтобы вот их спасти, конечно же, тепличные помидоры мне нужны. Здесь намного суше, чем на улице. Но все равно есть роса. И вот она, оливковая пятнистость есть. Вот она пошла. Здесь фитофтора пошла. То есть, несмотря на то, что в теплице все равно помидорки... Помидорки очень даже приболевают. А ведь только 10 августа еще... Ну, не сказать, что мне нужно много помидор. Но хотелось бы еще помидорки на салатики там, на какие-то. Поэтому нужно чем-то их сейчас будет обработать, эти помидорки. Но таким, чтобы сами плоды не пострадали. И вот я думаю, обработать мне все это холмом. Смотрите, тут тоже фитофторка. Или все-таки нужен Привикур Энерджи. Как вот вы думаете, чем мне их? Вот они, огурчики. Смотрите. Огурчики, огурчики, огурчики. Тут вообще заросли. Но там, с той стороны, еще идет лоза виноградная. Поэтому они наложились. И огурцы туда пошли. Так, поэтому, вот не знаю. Ну, то, что обрезать я, конечно, обрежу. Но все заболевшее я не обрежу. Я смотрю, и на вершинки тоже пошло. Вот, пятнистость эта оливковая. Ой, сколько ее много. И вот за неделю, неделю вот это было прохладное, дождливое, мокрое. И вот так вот все. Хотя вот там даже завязываются маленькие помидорки. Ну, арбузы, арбузы, вот они. Арбузы, арбузы, арбузы. Смотрите, как их сейчас стало хорошо видно. Как их много. Они висят вот прям такими гроздьями. И маленькие наросли, и большие. С арбузами пока все хорошо. И они пока не заболели. Это меня очень радует. Надо сегодня, наверное, какой-то арбузик тоже будет разрезать. Вот этот уже в двух лежит. В сеточках. И все равно умудряется вылезать. Да, помидорки прям сильно за фитофтори. Ну, не фитофтори. Ну, вот это фитофтора, видите, какая ужасная. И оливковая пятнистость. Так, надо что-то срочно делать. Но ничего, я думаю, что каким-то образом я все-таки с ней справлюсь. И потом, вот есть кустики, которые практически не пострадали. Это торопышка помидор. Да, вот внизу есть оливковая пятнистость. А вверху поменьше. Да, я смотрю, что вот есть, есть, которые не очень приболели. По крайней мере, верхушки. Значит, верхушки можно будет еще спасти. Ну, на низушках тут, конечно, урожая полно. А сейчас, сейчас пойдем в маленькую теплицу. Вообще, друзья, я здесь в прошлые выходные таки поняла, что все равно здесь есть крыса. Потому что земля все равно продолжает быть рыхлой. Такая сбученная. Не знаю, как это сказать. Маленькая теплица. Здесь я вчера вечером заглянула, обнаружила, что вот на этой дыне вот началась тоже какая-то, видите, болезнь. И вот там такое же. Но с дынями проще. Как раз вот эти... О, тут что-то приболело совсем нехорошо. Выкидываем это. Здесь эти кустики, это я могу полить привикуром. Тут их буквально вот два таких я нашла. А, нет, вот третий такой же. Это торпеда. Чтобы они дозрели, я их пролью. Меня интересует мой... Пепинуо. Пепинуо мой растет. Плодиков много. Плодики маленькие. Вот такие симпатичные. Сколько они будут вызревать. Мне кажется, что в размере они уже не увеличиваются. Они вот опыляются и появляются новенькие. Так же ж хочется попробовать этот Пепинуо. Так, с той стороны у меня... Ой, каскад просто. Просто красота. Мои любимые черри-магнифика, про которые я не перестаю разговаривать. И, кстати, здесь тоже появилась фитофтора, хотя здесь ее меньше. Здесь хоть и заросли, но здесь очень мало растений и помидор. И здесь они редко сажались. Но там я вижу и оливковую пятнистость. Так, здесь у нас синенькие. Они же баклажанчики. Вот такие красивые. Заваливаются кусты. Почему? Потому что, опять-таки, там нехорошая эта землеройка, которая лазает и грызет мои растения. Ух ты! У меня пропал. Смотрите, какой большой. Тут, наверное, тоже какая-то зараза, что ли. Во какой. И сгнил. Он такой один. Остальные, вроде бы, все хорошие. Даже те, что рядышком находятся. Вот так вот. Баклажан виолет. Виолет прям завязал, завязал, завязал. Но как-то они не растут. Здесь перец. Вот это мой любимый перец. Шарок. Я не перестаю его показывать, потому что он просто необыкновенный. Посмотрите, сколько на нем плодов. Это что-то необыкновенное. И он завязывает и завязывает, и вот продолжает цвести. И это при том, что именно с него я каждый выходной срезаю перчины и на салаты, и на фаршировку. И все равно у него нарастают, и нарастают новые, как змей какой-то. А вот смотрите, какой большой, красивый. Тут много тоже плодов. Я думала, испортился, а это нет. Это просто какой-то листик, что ли, рядом. Вот. Есть. Я потом, когда они созреют все-таки, я покажу, какие это сорта, потому что мне само интересно, что у меня все-таки повызревало. Ну, этот мне очень понравился. Оранжевая лакомка. Оранжевая лакомка. Будет, значит, оранжевым. Ну, до оранжевого еще нужно созреть. Ну, и самое, что я сейчас заметила, нужно только перебраться через ой-ой-ой, ой-ой-ой, вот сюда. Так. Я перебралась. Потому что, когда я сюда зашла, я почувствовала какой-то приятный запах. А-ля-ля! Она еще не отпадает. Это у нас Канталупа на подвое Фера. Она такая была слабенькая, хиленькая, да и сейчас продолжает говорить, что она все уже у нее последний день Помпеи. но она желтая очень рано поспела. Может быть, отраться из-за того, что она слабенькая, не знаю. Но вот у меня скоро будет первая дынька. Не знаю, как сегодня, не могу сказать. Вряд ли, конечно, мы ее сегодня срежем. Но следующий выходной она, думаю, будет точно готова. Она еще плотненькая, но запах дынный уже в теплице вовсю. А еще у меня тут растут гладиолусы. Смотрите, какие красивые. Гладиолусы практически не занимают места, но при этом они создают настроение. Ой, дел много, пошла работать. Всем удачи, всем хороших урожаев и мирного неба над головой. Субтитры